И надо же, наконец-таки, спустя год, сподобилась администрация огородить это аварийное здание. Это достижение. Что-то с памятью моей на днях стало. Всё, что было, я со мной вспомнил. Вдруг говна всплыло из меня немало. Ни с хуя так взяло и всплыло. И тогда я понял, что надо резво начинать забывать назад. Любой ценой забывать это всё в пизду. Память есть то сучье место, где находится ад. Диснейленд в Освенциме на тонком льду. Ужас, это не тотальная термоядерная война. Ужас, это, блядь, прорыв канализации в мозгу. Я вспомнил всё, и меня накрыла такая пизда. Если не сдохну под руинами прошлого, то съебусь в тайгу. Диснейленд в Освенциме на тонком льду. Под прожекторами с вышек среди черноты. Лёд хрустит, аттракционы на полном ходу. И всё, что было со мной, так чётко, без пустоты. Всё это значит всё. Каждый день, каждый час, каждую ебать её минутку. Каждую пару носков. Запах всех пист, все сны, первый гидронапас. Даже все песни, которые спел Николай Носков. Я думал, я спец по бэттрипам, но хуй-то там. Я думал, что память проедена дымом до дыр. Но память, сучка, это чёрный, чёрный вегвам. Она всё грязно-чёрное, есть свой майдадыр. Ужас, это не тотальная термоядерная война. Ужас, это, блять, появление майдадыра в мозгу. Он отмыл всё, и меня накрыла такая пизда. Если не сдохну под руинами прошлого, то точно съебусь в тайгу. На втором этаже нахожусь. Я не у себя. На втором этаже. Чё, он опять накрыл, что ли? Да. Бывает. То за такое жильё достаточно многие бы, я думаю, активно отдавали бы свои финансы и ресурсы. Потому что цены на жильё у нас в России очень большие. Не всем это по карману. Ой, смотри, проходная комната, это уже двушка, что ли, получается? Да, слушай, двушечка. Тут туалет с вами раздельный, да. Так их первые тоже были раздельны. Мы подходим к финальному, завершающему этажу данного здания. Что я могу сказать в целом? Так называемые малосемейки, и не только, они, короче говоря, здесь есть. Это, в принципе, неплохая обстановка. Но, учёту этот факт, что этот объект никак не охраняется никем. Это идеальное место для просто массы антисоциальных элементов. Как лиц без места жительства, так, соответственно, и криминогенного характера. Оно никак не охраняется. Ни одной записки, то, что здесь посторонний вход воспрещён, нет. Сейчас мы отснеим крайний этаж и переместимся, если нас не подметёт уместная уровня власти. Мы сделаем обзор на следующий корпус. Чуть-чуть. Вообще-то это был с сарказом. В данном контексте работает правило отражения социальных лифтов. Чем он выше, тем, соответственно, более комфортабельнее обустроенное жильё. Ну и здесь мы находимся в средней квартирке. Но, однако, вы можете обратить на обивку органита, но не только всё уйдет. Ну, на этом моменте мы покидаем данный корпус. У вас может постараться переместиться в следующий. Короче, позади меня находится. Здесь какой-то ресторан, а в целом объект похож больше на заброшку. Правда, на первых этажах горит свет, видимо. Тут они открыли какой-то бизнес, коммерцию там и так далее. А это наш щелковский колодец, как в Питере. Ну, вот, позади меня вышибаны окна. Соответственно, здесь уже никто не живёт. По той стороне, соответственно, тоже вышибаны окна. А сзади меня каким-то хуем находится ночной клуб 13 футов. Я не понимаю, как он там вообще образовался. Нужно будет туда зайти, посмотреть, что он вообще из себя представляет. Ни разу, кстати, не был. А дом, походу, он такой в виде буквы Н или буквы Р. То есть, короче, прорубили проход лет 10 назад, вроде как его не было. Ну да ладно. Ну вот это заезд первого советского переулка. Так они типа сделали безопасность, но тем не менее, вход также доступен через первые или цокольные этажи. Такое жутковатое здание здесь есть. Очевидно, что оно не разу здесь сгорело. В общем, идеальный мест для наркопритонов и других антисоциальных элементов. А, вот в чём дело. То есть, они ограничили просто въезд автомобилей, но никак не пешеходную зону. Тут уже какие-то вагончики стоят, видимо, строительная херня какая-то. Вот так вот выглядит этот бар-клуб ресторана. Не знаю, что там. 13 футов. Каких-то там 13. Выбрали-то какое название, креативное. А, вот. Короче, вот такая херобора. Так, с понедельник, вторник, выходной. У меня такое ощущение складывается, что вот эти вот пустые, вот эти вот оконные рамы, они будут буквально на меня нахуй смотрят, блядь. Причём все одновременно. С другой стороны мозг. Всё равно так, что нас пугает неизвестность или неизведанность, не знаю, блядь. Поэтому такая реакция, то есть. В целом жутковатенько, на самом деле. Я бы сказал, ничего хорошего на эту. Ресторан старый Тифлис. Что это, господи? Это что-то венерическое. Не могу сказать. Если что, напишите. Короче, нихер там делать. Чуть позже засниму обзор на этот прекрасный двор и клуб. До новых встреч. Блядь, наконец-таки цивилизация, машинки ездят. Вау. Блядь, наконец-таки цивилизация, машинки ездят. Блядь, наконец-таки цивилизация, машинки ездят. Блядь, наконец-то со мной никогда. Слышишь стой, что я когда-нибудь пропадала. Так, ты, страшно. Я считаю, всех упорочек. Ну, очень плохое, достаточно сносное заведение. Я сам себя ничего в дайне слышу. поэтому с Кириллом мы общаемся жестами типа да, да, нет, нет классика, коланда, пикчурс представляется на этом мы с вами прощаемся все, благодарю Коламбик Пикчурс Кирилл Коламбик Пикчурс проходи, не задерживайся, Кирилл розовые трусы идей никто не знает и вот он, этот ад на земле филиалада на земле под названием казармой 13 футов у вас объективное мнение что мы сможем сказать блин, я бы сказал если я раньше считал андеграунд говном так, на фоне если я раньше считал андеграунд говном это было неправдой вот это реальное говно ну может быть не все так плохо может быть там туалет в каком-нибудь там инфрустации ну бля, я надеялся что я воздержусь сам от комментариев потому что мы снимем танцовщицу и она устроит нам приватный танец какой-нибудь из заброшенных квартир но это не произошло вот этих квартир ну да, то есть чтобы далеко ходить не надо то есть вот прям сразу там где колей цыганские дети ну crazy у тебя и клей и как бы и и кусок вареника все включено там еще да ну хуй знает то есть вот на самом деле если брать со стороны Казантипа место расположения выбрано идеально тут нет жилых домов и как бы вместо ТОП ну вот это вот оранжерея знаешь, то есть ты выйдешь и тебе заточку в печень всунут то есть как бы это блядь не то есть чтобы до туда вот добраться нужно помолиться всем богам то есть оторваться оторваться от цивилизации вот он блядь свет в конце тоннеля вот реальный свет где ездят машинки как я днем снимал да 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 Кирилл я был здесь без тебя днем еще ваа смотри там признаки жизни там горит огонь там для меня горит баян ставят баян и прям по вене кстати там кто-то этот блядь мой призыв услышали ну что в общем я закончу тем же чем я начал сдержу себя все таки от комментариев потому что был я в рыгаловках в рыгаловках и похуже но но это меня не впечатлило может быть я не увидел там какого-то бобра ну нет слушай для Щелкова делать такие заведения в наше время это блядь категорически отстой мы на этом с вами прощаемся и после этого нам необходимо тут как раз вот заведение чтобы сдать нам анализ сразу же после посещения туда вот